Здравствуйте! Каждый из нас наверняка хотя бы раз слышал о литургическом сне. Известно, что в средние века уровень медицины не позволял отличать его от смерти, из-за чего несчастных хоронили заживо. Эдгар По в своем эссе «Заживо погребенный» писал, что это чудовищнее всех ужасов, какие выпали на долю смертного. И здравомыслящий человек едва ли станет отрицать, что это случалось часто, очень часто. Грани, отделяющие жизни от смерти, в лучшем случае обманчива и неопределённа. Это подтверждают случаи, зафиксированные в разных уголках мира. На протяжении веков истории об уснувших литургическим сном и погребенных заживо передавались из уст в уста. Как правило, большинство из этих рассказов окутаны мистикой и таинственностью. Именно это явление описано в известных многим сказках. Пушкина, мёртвой царевне из семи богатырях. Шарли Перо, спящая красавица. Братьев Гримм, белоснежка. Существует немало записей о литургическом сне. Удивительная история о пятилетнем мальчике Марке Гоффмане, который был признан умершим в 1885 году в США в штате Висконсин. После похорон его матери приснилось, будто ребёнок жив и вертится во сне в гробу. Обезумевшая женщина заставила мужа вскрыть могилу. Оказалось, что Марк не умер. Он лежал в гробу живой, а поза у него была такая, что будто он действительно вертелся во сне. Самая большая фобия, которая связана с литургическим сном, это тафофобия. От греческого тафос – могила, и фобос – страх. Это боязнь быть похороненным заживо. И основания к этому действительно в истории человечества были. Так известно, что в средние века простых людей хоронили в больших общих могилах. И когда нужно было положить нового покойника, могилу вскрывали. И часто люди видели, что захороненные ранее лежат в совершенно других позах, нежели они были в каких позах опущены в могилу. Есть сведения, что в конце 40-х годов прошлого столетия в посёлке Половинка Пермской области произошла необычная история. Во время шитья девушка держала во рту пуговицу, и та случайно угодила ей в дыхательное горло. Когда несчастную доставили в больницу, она уже не подавала признаков жизни. Девушку похоронили в нарядном платье и с позолоченным колечком на пальце. А на следующее утро знакомой покойницы вдруг встретили её возле одной из шахт. Она поведала, что вовсе не умирала. Сначала потеряла сознание, потом пришла в себя, но не могла пошевелиться. Когда её похоронили, воздух ещё проникал в её лёгкие через крошечные отверстия в пуговице, застрявшие в трахеи. Ночью грабители откопали гроб для того, чтобы снять с руки золотое кольцо, а одежду покойницы загнать на барахолке. Чтобы снять платье, воры перевернули девушку вниз лицом. В этот момент пуговица выпала из трахеи. Покойница простонала «Я живая». Гробокопатели в ужасе бросились бежать. Двое тут же скончались от разрыва сердца, а ещё двоих нашли и передали суду. Нередко погребённых заживо спасали воры, которые приходили на кладбище грабить могилы. И многие, услышав шум из могилы, не убегали в страхе, а помогали несчастному выбраться. В 1937 году был задокументирован такой случай. 19-летний Анжело Хей из французской деревушки Сен-Квентин-де-Кале во время езды на мотоцикле врезался в кирпичную стену. Вызванный на место происшествия врач в виде отсутствия пульса и дыхания у потерпевшего объявил юношу скончавшимся. Через три дня тело было предано земле. Однако незадолго до этого отец Анжело застраховал жизнь сына на 2000 франков. И страховая компания решила расследовать трагический случай. Инспектор потребовал эксгумировать тело для выяснения точной причины смерти. В Бюро судебно-медицинской экспертизы патологоанатомы обнаружили, что покойник теплый. Юношу немедленно поместили в больницу. Эксперты пришли к выводу, что черепно-мозговая травма, которая привела к глубокой коме, резко сократила потребность организма в кислороде. Иначе Анжело, будучи погребенным, скончался бы от удушья. Спасенному сделали несколько операций, и спустя долгие месяцы лечения он, наконец, поправился. Именно из-за литургического сна во многом в культуре сформировалась традиция хоронить на третий день, для того, чтобы окончательно можно было быть уверенным, что человек не спит, а он действительно умер. Известно, что знаменитый физиолог Павлов столкнулся со случаем литургического сна. Его пациент Иван Качалкин провел в состоянии литургии 22 года. Он лежал под наблюдением врачей, как живой труп, и получал питание через зонт. Его возвращение к жизни было плавным. Он начал делать небольшие движения, затем научился вставать и передвигаться по комнате. Интересен факт, что, по его словам, он помнил и осознавал все, что происходило вокруг него в течение этих долгих лет сна, но ничего не мог сделать. 20 лет, может быть, с лишним он пролежал в этом состоянии литургического сна. Потом очнулся, стал двигаться, говорить, есть самостоятельно. Сказал, что все слышал, но не мог пошевелиться и не хотелось шевелиться. Очень тягостно было и тяжело что-то предпринимать. Ну и, как отметил великий ученый Павлов, рассуждал он здраво. То есть литургический сон не повредил мозговых процессов, мыслительных процессов. Он поддержал функционирование организма. Многие известные личности, как Шопенгауэр, Гоголь, Цветаева, боялись быть похоронены заживо. Они оставляли друзьям и близким записки с просьбой тщательно удостовериться в случае их смерти и не спешить с похоронами. Если говорить о русских известных деятелях культуры, то можно назвать поэта Марину Ивановну Цветаеву, которая в своей предсмертной записке «А ушла она из жизни по собственной воле» указала «Не хороните заживо, убедитесь, что точно умерла». И, конечно же, с тайными и загадками литургического сна связано имя Николая Васильевича Гоголя. Многие считают, что Николай Васильевич был захоронен заживо в состоянии литургического сна. К этому есть небольшое основание. При вскрытии гроба в 1931 году, уже в 20 веке, одни свидетели указывают на то, что его голова была повернута на бок. А по другим свидетельствам череп вообще отсутствует. И вот на основании этого и сформировались различные легенды. Несмотря на развитие науки и медицины, люди опасались, что их ошибочно признают мертвыми и пытались принять меры против этого. До конца 18-го столетия медики умели определять смерть только по признакам трупного окоченения и разложения. Поэтому, чтобы не ошибиться, они проводили всяческие тесты. К примеру, датский анатом Якоб Уинслоу предлагал вводить в нос и рот покойника дурно пахнущие вещества, кричать ему в ухо, лупить крапивой, тереть тело жгучими притирками, вводить под ногти иголки. В 1796 году было изобретено более гуманное средство проверки. На теле покойника делали разрез и подсоединяли к нему гальванометр. Если под воздействием электрического тока происходило сокращение мышц, это означало «человек жив». Однако позднее выяснилось, что рефлекторные сокращения мышц могут наступать и у мертвецов. Так что данный метод оказался ненадежным. В 1846 году для констатации смерти стали применять, наконец, усовершенствованный стетоскоп. Этот прибор позволял прослушивать работу сердца и только после этого делать окончательные умозаключения. Известен факт, что итальянский поэт 14 века Франческо Петрарко при болезни на несколько дней впал в витаргический сон. И очутился он практически на краю могилы, но после этого прожил еще и плодотворно творил 30 лет. В 1822 году немецкий врач Адольф Гудсмит предложил модель безопасного гроба, оснащенного воздуховодом. Его соотечественник Иоганн Трауберг усовершенствовал эту конструкцию. Теперь руки и ноги умерших следовало соединять нитями с подвешенными над могилой колокольчиками. Чтобы через трубки воздуховода на поверхность не выходили миазмы от разлагающихся тел, отверстие прикрывали губками, смоченными в хлоре. В 1897 году граф Мишель де Карнис Карники дополнил изобретение механическим приводом, который при малейшем шевелении трупа открывал трубу и вздымал над ней маленький флажок. В результате над могилами порхали флажки и лился колокольный перезвон, ведь трупы разлагаясь двигались. В Англии до сегодняшнего дня действует закон, по которому в холодильниках морга должен находиться колокол, чтобы случайно живший покойник мог к нему позвонить и дать знать о себе. Именно в Англии в 60-х годах XX века был изобретен аппарат, который помогал уловить самую незначительную электрическую активность мозга. И при первом же тестировании в морге была найдена живая девушка. В 1970-х годах уже упоминавшийся счастливо спасенный из могилы Анжела Хейн предложил собственную модель безопасного гроба стоимостью в 6 тысяч долларов. Гроб был оснащен мягкой обивкой, удобной подушкой, которую можно было подложить под голову. В нем имелись биотуалет, запас пищи и даже небольшая библиотека. Пульт управления позволял обитателю последнего пристанища регулировать подачу кислорода и вентиляцию, а также подать сигнал о помощи посредством радиопередатчика, соединенного с антенной на поверхности. По желанию заказчика модель дополняли мини-духовкой, холодильником и магнитолой. В Америке во второй половине XIX века начали создавать гробы со специальным оборудованием, которое бы позволяло похороненным заживо поднять тревогу. И вплоть до конца XX века такие гробы изготавливались. Последняя конструкция, которая была предложена, создана была в 1995 году. В общем-то есть определенный круг людей, у которых эти вещи пользуются спросом. Считается, что продолжительность сна нормального человека составляет 6-7 часов. Как утверждают ученые, сон – лучшее лекарство. Действительно, царство морфей спасает людей от многих стрессов, заболеваний, да и просто снимает усталость. Но порой грань между нормальным сном и сном, вызванным стрессом, бывает слишком тонкой. Может быть такое сильное обездвижение организма, что вообще не видно никаких движений. Дыхание очень поверхностное, незаметное. Сердце бьется тоже 2-4 удара в минуту вместо 70, как у нормального человека. Поэтому, если еще очень слабый пульс, то его не прощупываем. Мы ждем, 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 никакого пульса нет. То убрали руку, а он один раз стукнул, и теперь ждет следующие минуты, когда еще раз стукнет. Поскольку кровоснабжение ослабляется, то поверхностные все покровы начинают охлаждаться и принимают комнатную температуру. Человек выглядит как труп. Случай самого долга официально зарегистрированного литургического сна, занесенного в Книгу рекордов Гиннесса, произошел в 1954 году с Надеждой Лебединой, именно из-за сильной ссоры с мужем. В результате полученного стресса женщина заснула на 20 лет и вновь перешла в себя лишь в 1974 году. Врачи признали ее абсолютно здоровой. Это, конечно, удивительное явление. Это особое состояние, оно не слишком похоже на обычный наш сон. Опять-таки, я говорил, что сон, его главная характеристика, как признается в настоящее время, это цикличность процесса. Там должна быть смена определенных стадий. Если при литургическом сне такой смены стадий нет, то это уже нельзя признать классическим сном. Это особое состояние. Существует и другой рекорд, по каким-то причинам не попавший в Книгу рекордов Гиннесса. Августина Легер после стресса, вызванного родами, уснула. Прошло 22 года, а спящая оставалась такой же молодой. Но вот женщина встрепенулась и сговорила, «Фредерик, наверное, уже поздно, ребенок проголодался, я хочу его покормить». Но вместо новорожденного младенца она увидела 22-летнюю молодую женщину, похожую на нее. Вскоре, однако, время взяло свое. Августина стала стремительно стареть. Через год она превратилась в старуху и умерла уже через 5 лет. Организм стал как бы наверстывать упущенное. Ну и действительно, потом она стала быстро стареть. Эти случаи описаны. И такое свойство характерно. Литургический сон замедляет все процессы. И человек сохраняется, как будто прошло гораздо меньше времени, чем в реальности. Но после того, как он вступит в состояние бодрствования, начинаются процессы постарения очень быстрые. Он начинает догонять свой биологический возраст. Или хронологический возраст. В 1969 году с 4-летней девочкой Назирой Рустамовой произошел такой случай. Она сначала впала в состояние, похожее на бред, а потом заснула литургическим сном. Медики областной больницы посчитали ее умершей. И вскоре родители похоронили девочку заживо. Спасло ее лишь только то, что по мусульманскому обычаю тело покойного не закапывают в землю, а заворачивают в саван и хоронят в доме могильники. Той же ночью родителям приснился сон, что они совершили ошибку, и дочь похоронена живой. Девочку перевезли в научно-исследовательский центр в Ташкенте, где она проспала 16 лет. Удивительно, что после пробуждения девушка сразу смогла нормально ходить, так, как будто бы не провела во сне долгие годы. Медики и ученые заявляют, что в современном мире литургия практически не встречается, за исключением единичных случаев. И полагают, что профилактика этого состояния является душевная равновесие, бодрость духа и оптимизм. На этом наша программа подошла к концу. До скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова